Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Справка об основании к этому законопроекту пишется, что проект делается для оптимизации пенсионной системы в нашей стране. Скажите, пожалуйста, увеличение порога возрастного по признаку высокогорья – это и есть оптимизация? Что она дает? Ну, на самом деле, как вы знаете, мы недавно, вернее, правительство утвердило концепцию развития систем пенсионного обеспечения, и это одна из мер. Там предусмотрен ряд мер по оптимизации пенсионной системы, по реформированию пенсионной. И я бы сразу хотела сказать, там не идет речь о увеличении порога, потому что ранее 5 лет составляла льгота. И даже в советское время, например, сельские жители, они выходили в 55 лет мужчины, в 50 лет женщины, тогда как общий установленный возраст был 60-55. Но вы все знаете, что потом у нас пенсионный возраст увеличился, и это общемировая тенденция, когда продолжительность жизни растет. И всем остальным было на 3 года поэтапно увеличен пенсионный возраст. Вот эти категории, они остались. И вот эти льготы у них какое-то время от 5 до 8 лет возросли. Сейчас мы просто приводим в соответствие. То есть 5 лет льгота как была, так и остается. Мы ее просто приводим в соответствие с общеустановленным пенсионным возрастом. 5 лет льгота от общего пенсионного возраста? Да, потому что общеустановленный у нас 58 для женщин и 63 для мужчин. Льгота для мужчин также остается в 58 по высокогорию, и для женщин также в 53 года для женщин. То есть льготы есть, мы не приравниваем их ко всем. Мы просто приводим в соответствие. Ранее мы приводили для всех остальных категорий, а сейчас для льготных категорий. Почему ранее одновременно не было приведено все в соответствие? Ну, было такое принято решение вначале привести вот этих. А теперь вот мы сейчас все вот эти в пенсионной реформе, в пенсионной системе, все, что вот какие-то были несправедливости, неравенства, несоответствия, мы сейчас все это в рамках этой концепции приводим в соответствие. А почему в таком случае не приводится, точнее, лица, которые работали в отдаленных участках труда, у них только на год увеличивается? Ну, потому что у них сейчас не такой льготный стаж, как у высокогорников. На какую сумму сократятся ассигнования за, ну, скажем, 5 лет, до 2020 года? На самом деле там не стоит такая задача, что сократят, именно сократить эти ассигнования. Да, возможно, где-то от 160 до 460, там, по предварительным расчетам. Но цель не стоит сократить расход. 460 миллионов суммов. Да. Но это не такие большие средства, если честно, да, вот сотрудник Минфина тоже может сказать, для Министерства финансов тут речь идет именно о приведении в соответствие. Спасибо большое. Екатерина Тихоновна Соломатина, добрый вечер. Эксперт общественного объединения ветеранов труда «Союз добрых сил». Как вы смотрите на новые нововведения? Ну, кто-то говорит, что экономим за счет пенсионеров. Соцфонд говорит, что просто приводим соответствие законодательству. Я согласна со социальным фондом, потому что я много лет занимаюсь пенсионной системой. И поэтому и у нас очень большие разногласия. Если можно, я приведу несколько слов из статистики. Всего пенсионеров у нас по республике 590 тысяч 354 человека. Из них в сельском местности проживает 406 тысяч 530 человек. То есть 66,9%. Если брать льготников, вернее, по возрасту пенсионеров, то у нас в сельском местности также составляет 68%. Пенсия средняя в целом по республике 4683 и в сельском местности 4573. То есть не одинаково. Но давайте посмотрим бюджет. С чего он формируется? Бюджет социального фонда в основном формируется из социальных отчислений организованного сектора, то есть промышленные предприятия, строительные организации и бюджетники. Они составляют, пенсия по возрасту, это отчисление составляет 37 миллионов, 18 миллиардов только организованный сектор. И сельские производители, это и фермеры, и организованные производства, отчисляют пенсионный фонд всего 240 миллионов сумм. То есть каждый работник города, я не говорю Бишкека, а города республики, Козылкия, Нарын, Нарыбачи и Бишкек, отчисляют в среднем в месяц 10 684 рубля. А сельские труженики отчисляют ежемесячно 64 сумма 73 копейки. Вот здесь, вы понимаете, со временем происходит конфликт интересов. Почему же происходит конфликт интересов? Сколько отчисляем, столько потом и получаем. Нет. Это будет, когда внедрим мы новую концепцию. И новый выйдет закон о пенсионном социальном страховании. Сейчас то, что у пенсионного фонда имеются остатки, делятся всем одинаково. По 250 сумм или по 10% получают все абсолютно одинаковые. Несмотря на то, что из общей копилки социального фонда. А сейчас... То есть вы считаете не совсем справедливым, что мы делим на... Конечно, конечно. Ну давайте возьмем еще... Вот высокогорья на 5 лет раньше. Давайте возьмем такой пример. Еще один пример я приведу. Эти медсестры в поликлиниках, в больницах, медсестры, младший обслуживающий персонал ежемесячно отчисляют 500-600 рублей. Ежемесячно в социальный год. Это фонд. Значит, в год отчисляют где-то порядка 5-6 тысяч. А почему сельский труженик, фермер и так далее и тому подобное? Чем он лучше, что он отчисляет всего 64 рубля? И притом на 5 лет раньше выходит на пенсию. И поэтому не на 5, а на 8 лет сейчас выходит раньше. Поэтому он должна быть... Это ошибка пенсионной системы 1996 года, 1997 года. Когда нас переводили на солидарную систему выплаты пенсии, вот тогда надо было и сделать... То есть, как было 5 лет, так и чтобы осталось. Но нас сделали. А теперь, конечно, люди привыкли так работать. Всем тяжело. Я считаю, что вполне поддерживают социальный фонд. Потому что это конфликт интересов. Спасибо. Рита Харасартова, руководитель Института общественного анализа. Добрый вечер, Рита. Здравствуйте. Как вы оцениваете, что мы делим на сельских, точнее на высокогорье, отдаленные и общей базы? С экономической точки зрения, конечно, то, что сказал предыдущий эксперт, это правильно. Потому что основная доля формируется в городах, но она формируется в городах не потому, что сельские жители не хотят платить, а потому что все привязано к сельскому хозяйству. Вот, предположим, сколько они платят земельного налога, столько и они отчислений делают в соцфонд и считаются зарегистрированными. Потому что у них нет заводов, где бы они зарплату стабильную получали. А с другой стороны, нам нужно просто статистику поднять, да, продолжительность жизни в городах и вот в отдаленных регионах, она на самом деле варьирует. Вот поэтому вот эти вот льготы в 5 лет, они, мне кажется, не просто с воздуха взяты. Другой вопрос я бы хотела поднять. На сегодняшний день вообще у нас существует некая концепция по приведению вообще соцфонда, социальных отчислений и политики социального страхования в нормальное русло. Я этой политики не вижу. Почему? И вот эти перманентные там увеличения возраста, там, это просто, вот знаете, это вот такой вот пыль в глаза. За паровозом, да? Да, пыль в глаза. Могу привести вот один такой небольшой пример, да? Все мы отчисляем со своей заработной платы 10% в соцфонд, из которых 2 у нас накапливается, и я надеюсь, что мы сможем что-то накопить, потому что 2% это слишком мало, чтобы говорить, что это какие-то большие длинные деньги, которые позволят государству вложить их куда-то и на самом деле, как в зарубежных странах, сделать их большим капиталом. 8% это распределительная система, она на самом деле уходит в другие отрасли, даже если мы зарабатываем, это уходит в села. Но есть еще и понятие 17-25 с фонда оплаты труда, это когда предприятие отчисляет, и на сегодняшний день вот эти 17-25, это как раз является тем камнем преткновения, когда многие предприятия убегают, а на самом деле очень большие денежные средства, это самый большой налог, который сегодня ложится очень большим бременем, на предприятия. Убегают каким образом? Показывая низкую зарплату сотрудников? Нет, показывают как? Руководителя, бухгалтера, кого минимум можно. Все остальных мы говорим, идите самозанятыми, вот я вам выплачу вот эту сумму денег, а дальше ты будешь патент покупать, а патент это узаконенная форма сокрытия налогов. И там дальше тоже берется 1-4 часть соцсочисления, и у нас, когда мы начинаем сопоставлять базу налоговую и соцфонда, они варьируют. У нас такое ощущение, как будто это показатели двух разных государств. А у нас должна быть единая база, единые расчеты, и мы должны иметь возможность сделать аналитику на этих цифрах. Кстати, отсюда и идут перекосы в данных по безработице. Мы сегодня не можем отследить, сколько же у нас вообще трудоустроено, потому что все, вот просто мы пускаем, только из-за вот этих 17-25, мы сегодня не можем даже сказать, сколько у нас реально безработных и занятых людей. Кто ответит на вопрос? На самом деле, если уважаемый эксперт, ну как бы не знает, что есть концепция, это не означает, что она отсутствует. На самом деле, 24 ноября 2014 года правительством Джо Марта Утербаева была утверждена концепция развития систем пенсионного обеспечения, которая разрабатывалась за полтора года. Но она разрабатывалась с учетом экспертного сообщества, с учетом мировых организаций. И мы проехали каждый район республики, потому что тут рассматривается и тарифная политика социального страхования тоже. То есть с 8 апреля у нас введены новые ставки тарифов страховых взносов для сельского сектора и для лиц, занятых на рынках, в сфере услуг, кто раньше платил от патента. Мы сейчас не будем... Они теперь не платят от патента, они не привязаны к базовой ставке земельного налога. С 8 апреля они привязаны только к среднемесячной заработной плате по региону. Для чего это делается? Для того, чтобы в будущем... Вот сейчас Екатерина Тихоновна правильно сказала. Человек работает, надеется на хорошую пенсию, но потом путем разных распределений, перераспределений это уходит в другой сектор, и человек теряет стимулы. В этой связи разработана концепция, чтобы в будущем, мы когда вот эти все перекусы берем, сначала начали с тарифной политики. Закон уже вошел в действие и уже начинает работать. Мы дали возможность... На самом деле, да, был такой вопрос. Будет ли сельхозсектор платить? Это очень такой сложный сектор. Будет ли он платить? Поэтому мы проездили каждый район республики. Они сказали, мы будем платить. Не смейте нас убирать системы страхования. Мы хотим пенсионное обеспечение. Хорошо. Тогда мы сказали, мы будем повышать тарифы. Они сказали, пожалуйста, повышайте. Мы даже будем платить за своих детей, трудовых мигрантов, потому что мы не хотим, чтобы они оставались без пенсии. То есть это было обдуманное, взвешенное решение. Следующим этапом будет организованный сектор. Если нам удастся вот этот неорганизованный сектор по тарифам как-то привести в соответствие, чтобы они смогли себе хоть какую-то пенсию заработать, дальше будут вот эти 17-25. То есть либо мы будем ставить верхний порог по заработной плате, либо мы все-таки будем с работодателями снижать ставки тарифов. Но это следующий этап. Потому что вы поймите, происходит, если мы сейчас снизим ставки, произойдет выпадение доходов. А пенсии мы должны платить ежедневно, каждый день. А деньги у Министерства финансов, оно не сможет наш дефицит сегодня. То есть это есть, Рита. Мы это в 2017 году уже далее предусматриваем. Но вот эта концепция есть, и тут есть все. И оптимизация рискованского бюджета, и социальное страхование, и пенсионная формула. Можно на бумаге написать. Но я вам могу привести такой пример, да, элементарно. База данных по налогам и база данных по соцфонду до сих пор не объединена. Мы должны сделать привязку. Мой ИНН вбивается, и должны выйти данные по моим налогам, по моим соц. отчислениям, где я живу. Элементарно, это все было подготовлено. И что вы думаете, у нас идет сейчас полнейший откат от этой системы. Если месяц назад я могла через УКМЮТКИНЖИ портал проверить свои налоги. И, кстати, там уже были такие вот нарушения, где я за 12 месяцев платила налоги, а вот свечилась только 8 месяцев. Я разбиралась, и они мне говорили, что слово ИНН мы написали с большой буквы, вот поэтому это не зачислило. Где-то в моей фамилии, оказывается, сделали пробел, и поэтому это выпало. А это не должно быть так. Есть цифра ИНН, она должна четко вбиваться, если там идут какие-то неправильные... Система не должна принимать. И вот к этому все должно привязываться. А у наших государственных чиновников тысячу ответов на поставленные вопросы. Кстати, вопрос. Соцфонд является государственным ведомством или министерством? Или вы не являетесь? Почему мы являемся государственным ведомством? Потому что когда в этом году, согласно закона об общественных советах при госорганах, начали формировать наблюдательные советы, оказывается, соцфонд сказал, что мы не государственное ведомство, и там наблюдательный совет не был сформирован. И тогда возникает вопрос, а кому же мы платим тогда соцсотчисления, если они не допускают даже наблюдателей в свой государственный орган, он сегодня не сформировал. У нас есть общественный наблюдательный совет. Это была инициатива Розы Отунбаева, и тогда при соцфонде тоже был создан общественный наблюдательный совет. Мы разберемся, Рита, по поводу наблюдательного совета. Мария Мабиталиева, заведующая отделом здравоохранения и социальной защиты Министерства финансов Крымской Республики. Рита озвучила несколько вопросов, в частности, про баланс между налоговым и соцфондом. Можете пояснить? На самом деле, это больше вопросов ко мне, наверное. Насчет налоговой я, конечно, ответить не могу за налоговую. Здесь нет представителей налоговой службы. Но в рамках социального фонда я хочу сказать, да, очень часто поднимается этот вопрос, поднимается, что должен кто-то один отвечать за сбор, чтобы все это привести в соответствие. Но на самом деле, видите, там очень много технических моментов, которые, казалось бы, технические, но тем не менее, вы понимаете, соцфонд это не тот орган. Налоговая, например, она может сегодня собрать налоги и все, и бросить в общий котел, да, госбюджета. У них нет собственников. Как только эти деньги попадают в госбюджет, они становятся собственностью государства. В отличие от этого, деньги социального фонда являются деньгами граждан. И мы не можем такой же принцип применить к социальному фонду. Поэтому мы говорим, здесь нужна именно персонификация. Пожалуйста, если налоговая сможет обеспечить персонификацию и ежедневно, практически, как только поступает нам, передавать информацию, потому что мы ежечасно назначаем пенсии, люди не должны страдать от того, что мы хотим какие-то структурные преобразования сделать, да? Реформы ради реформ, они не должны быть. Они должны облегчать жизнь. Слушайте, пенсии сегодняшних пенсионеров выплачиваются из тех денег, что они накопили за предыдущий трудовой стаж, а в том числе и советский, или из того, что мы с Ритой сегодня перечисляли. Ну, вы понимаете, что за советский период денег как бы нет, да? Нет. На самом деле. Это деньги, да, мы по средней заработной плате, путем поправочных коэффициентов, применением, то есть так назначаем. Но на самом деле этих денег нет. Деньги есть только с 96-го года. Как у нас была система персонификации введена, с тех пор вот у нас на счетах накапливается условно-накопительная система, у нас СП-2 называется, вторая страховая часть пенсии. Только за эти деньги... То есть я работаю с 2007-го года, и я могу быть спокойным, что мои деньги накапливаются, а не кому-то. Да, да. Но если вы... Ага, это другой вопрос. Нет, позвольте мне сказать, это самое, минуточку. Я не согласна с Ритой в каком отношении, что передать налоговую службу, это ни в коем разе нельзя делать. Почему? Потому что социальный фонд – это специфическая организация. Возьмите закон о социальном страховании и прочтите. Там написано, средняя заработная плата по районам, по городам, не общая среди зарплаты по республике или по бешпеку, а по каждому району отдельно. Это надо собирать все справки и специфики. А в чем специфика? Вот специфика в том, что нужно в соцфонд набрать 25 тысяч работников, чтобы они сидели, считали, и все, что мы будем платить, им шли сегодня на зарплату. Ритейн. Огромное количество сотрудников, я вообще не понимаю, чем они имеют. Я утрирую, но сегодня вас слишком много, вы могли бы это все автоматизировать? Вы знаете, в налоговой службе 2,5 тысячи сотрудников. А здесь 500 человек. У нас 400 сотрудников. А база то же самое. Я вопрос о том, что у нас больше сотрудников. В налоговой в 5 раз больше сотрудников, но база то же самое. Вот вы могли бы объединить? Поэтому где ваша логика? Где ваша логика? Где ваша логика вообще, если бы это обменялось? Ну, объединение ради объединения, оно не должно быть, Рита. Только потому, что вам так хочется. Не мне так хочется. Это деньги граждане. Хотя бы нужно, чтобы база данных была едина. Минфин, налоговая и соцфонд должны быть едины. Это первые ведомства. Ну, мы к этому идем, Рита. Ну, а сколько вы будете к этому идти? Это вопрос не только к нам. Автоматизация, автоматизация. Это самый первый шаг для того, чтобы искоренять коррупцию. А сегодня база данных, она вообще не бьет. Она у них есть. В соцфонде своя, в налоговой своя, в Минфине своя. И когда начинают перепроверять эти данные, они не бьют. Бывает так, что несколько предпринимателей работают под одним ННН. Или же, наоборот, у одного человека несколько. Рита, поймите, ни в коем разе нельзя. В налоговой инспекции имеются рычаги, которые подходят. У них своя база сбора данных. Вот это не должно быть. Я понимаю, что у них своя база данных. Совершенно верно. А у соцфонда такой базы, большой сбора данных нет. У них только уговоры. И, собственно, совесть каждого пенсионера. Ну, здрасте. Это только уговоры. Они точно такой же вид налога. Мы не можем от этого уйти. Хорошо, возвращаемся к теме. Госпожа Мамбиталиева, сколько денег за пять лет мы сможем сэкономить, согласно новому законопроекту? Или наоборот, сколько денег потребуется? В случае введения... По 2020 год условная экономия от, допустим, повышения пенсионного возраста для лиц, проживающих в условиях высокогорья, составит от 160 миллионов до 460 миллионов сумм. Но есть другая сторона... Это за четыре года, да? Ну, да. С 16 по 20? Но есть другая сторона этого закона. В этом законопроекту еще предусматривается снижение пенсионного возраста для матерей, детей-инвалидов. В этом случае мы... Детей-инвалидов с детства. Да, с детства. Мы в этом случае будем из бюджета доплачивать социальному фонду для выплаты им пенсии в размере около 9 миллионов сумм ежегодно. Кроме того, в случае введения этого закона и в случае установления надбавки к пенсии по потере кормильца многодетным матерям и матерям-героиням, которые имеют ордена и медали Бат-Рене и мать-героиня, то в случае установленного надбавки в размере тысячи сумм пенсии, то у нас расходы намного выше будут. То есть выше, чем 460 миллионов, которые мы сэкономите. Да, да. Мы о чем говорили. Извиняюсь. Тут не идет речь именно сэкономить деньги. Речь перенаправить туда, где это будет более справедливо и будет более соответствовать нашей пенсионной политикой. Сегодня матери, родившие и воспитавшие более трех детей, выходят на пенсию с 45 лет. В условиях высокогорья. В условиях высокогорья. Да, да. И тут же предлагается увеличить их до 48. Нет, поэтапно. В течение шести лет, по полгода. То есть это будет поэтапно. Мне кажется, в течение трех лет по полгода. Нет. В течение шести лет по полгода. На три года же мы увеличиваем. С 45? Я бы еще хотела отметить, что лица матери, родившие три и более детей, проживающие и работающие в условиях высокогорья, они имеют ранний выход на пенсию, 13 лет раньше выходят на пенсию. И в этот период компенсируется из средств республиканского бюджета. То есть до достижения ими общего установления пенсионного возраста, расходы несет республиканский бюджет для этих категорий. Вот теперь ложится время на министерство социальной защиты. Добрый вечер. За министра социальной защиты у нас сегодня в студии Эрик Александрович Кукиев. Добрый вечер. Добрый вечер. Эрик Александрович, если ранее существовал вид пенсии, когда не добирали стаж, ну 20 лет женщины, 25 лет мужчины соответственно, то можно было выходить на пенсию, не добрав стаж, ну соответственно подсчитывали. Теперь все эти люди будут уходить на пособие. Это сильно временно для вас? Ну я хочу сказать, что на сегодняшний день у нас по системе 1960 граждан получает социальное пособие по неимению права на пенсионное обеспечение. То есть они работали где-то, не делали никаких отчислений, поэтому у них нет трудового стажа и не имеют права на пенсионное обеспечение. А теперь будут те, кто не добирает стаж. В качестве информации я хочу сказать, что на сегодняшний день министерство совместно с департаментом социально-экономического комитета ООН мы проводим страновые исследования по старению, где сейчас два эксперта работают, проводят кабинетные исследования. И по проведению этих исследований мы будем рекомендовать поручить надсад комитету провести полевые исследования. Мы планируем до конца года их совершить, по результатам которого мы будем проводить круглые обсуждения с участием гражданского общества средств массовой информации. И результатом которого станет большая республиканская конференция, которая выработает рекомендации правительству, в том числе, наверное, и по вопросам пенсионного возраста, по другим вопросам, что касается именно вопросов старения. Эти исследования коснутся статистики до преждевременной смерти? Ну, я надеюсь, что будет так широкий круг вопросов. Надеюсь, сейчас я не готов сказать, что там будет освещено, но я надеюсь, что широкий охват вопросов будет. У нас телефонный звонок в студии, мы приедем, потом поговорим с представителями профсоюзов. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Хорошо, хорошо. Саламасыгар. Гим, мен шоу рейтаға қайрылайын дедмілі. Шоу сейд наранаға түжелетан әле жақшыдан әле жақшыдан әле кім, как депутат қатары, рейта алтын, бір пенсионерин апаларын атынан да, біз, например, 30 жил, 28 жил, 34 жил ищетеген біз, мұрыншы, өзімді, мен да, бұғалтымында, шоу тұртымында, шоу тұртымында, көп жылы ищетеген брук, мен 96 жылдан кейін, естественно, пасы сайыны, здоровья, бұрын инвалидсис, жек ті, өзімке чайты ең, бағдарым бары студент болып кетті, өзің білесін, қонтракт деген бары, айл-әжек тұрмыштың, айлан біз бір ашқа жұмышқа іштеп кеттік. Ана, ұсын үшін, мұрын бізді 30 жыл тіліп келдікті, тұрау, 30 жыл іштедік, тимболу 5 грүріңіз тарше, ана, безеке минималнің өле, 2182 жылық қалдық, Я работал до 1996 года, непрерывный стаж 30 лет, Но сегодня начисляется персия 2198, по-моему, Сомов. Как можно прожить на эту пенсию и где справедливость? Вообще, мне кажется, нужно любую проблему дифференцировать. Например, вот точно такую же проблему сейчас поднимают судьями. Вот вообще мы должны понять, что человек сам должен формировать свою пенсию. Сегодня как ситуацию складывать? Сегодня платят маленькую зарплату судьям, но когда ты доживешь до пенсии, мы тебе обещаем трехкратное увеличение пенсии. Ты будешь жить в богатстве. А можно и не дожить. А можно было бы сделать так, да? Сделайте сегодня большую пенсию судьям. Скажите, если вы не будете выносить нормальных решений, мы там вам сделаем. А пусть они со своей зарплаты формируют свою пенсию и потом уже живут в богатстве. И это было бы куда правильнее, да? Потому что, что интересно, пенсию судьям выплачивают по 710-му разделу. Это соцзащита. А судьи вообще не подпадают под социальную землю. И когда начинаешь этот вопрос поднимать, судьи сразу хватаются и говорят, Рита, у нас и так зарплата сегодня маленькая. А если, говорят, это еще уберут, то потом мы с маленькой зарплатой на маленькую пенсию перейдем. А как же, говорят, закон о социальной защите судьев и их семей? И тогда мы говорим, можно все дифференцировать. То есть сказать, те, кто сегодня уже приближен к пенсии, у них такая политика будет. Молодым судьям давайте другая политика. То есть, я понимаю, какую бы мы политику не сделали, все равно найдутся те, кто будет недовольны. Но тем не менее, я считаю, что вот та даже пенсия, которая сегодня в 2000 часов, она на самом деле, она меньше минимально потребительского бюджета. Вопрос с интернета. Вопрос с интернета. Я хочу его переадресовать заведующим отделом правовой защиты Трудящихся Федерации профсоюзов в Кыргызстане. Вячеслав Георгиевич, добрый вечер. И вопрос поступил следующий. Почему стаж у мужчины должен быть на 5 лет больше, чем у женщин, и почему мужчины выходят на 5 лет позднее, чем женщины, хотя прожиточный минимум, среднепрожиточный возраст мужчин в Кыргызстане меньше, чем у женщин? Вот такой вот вопрос поступил. В связи с чем подобная политика? Ну, женщины, это установлено в законодательстве давно, о том, что женщина на 5 лет раньше должна уходить на пенсию. Это биологическое состояние, это как научно установлено. Ну, статистика говорит о другом биологическом состоянии. Мужчины-то раньше на тот свет уходят? Ну, это, знаете... Вопрос государства. Здесь фактом таким остается, но научно это установлено так, что женщина, она домохозяйка, она должна заниматься домашним очагом и воспитывать детей. Поэтому она должна раньше уходить на пенсию. Ну, я вот, например, хочу сказать, что я очень... Это разумная мера, чтобы о повышении пенсионного возраста лиц, которые проживают в условиях высокогорья. Ведь 50 мужчины, 50, 55 лет и даже 63 года, они вполне трудоспособны. И, значит, он будет сам зарабатывать эту пенсию, а не жить за счет государства. Всем известно, что сегодняшнее состояние, экономическое положение нашей страны ожидает лучшего, должно быть лучшее. То есть есть обратная сторона этого решения? Мужчина и женщина могут еще 5 лет на поработку? Тем более это распределено поэтапно, как вот сказали, поэтапно. А это незаметно на 6 месяцев увеличится в год. Этот рассчитан на 6 лет. Так что я думаю, здесь каких-то чрезвычайных ничего нет. Вот такое... Тем более льготы сохраняются. Тем более льготы 5 лет она сохраняется. Один вопрос у меня. Ну, да, конечно. Я не знаю, к налоговикам... Нет, налоговиков здесь нет. Налоговиков, к сожалению, здесь нет. Есть Министерство финансов и соцфонда. Ну, пусть ответят работники соцфонда. Сейчас сбор взносов, страховых взносов осуществляет налоговая служба. Нет, соцфонда. Нет. Они просто сидят в здании. Работники соцфонда сидят в здании налоговой. Нет, ну вот эксперимент проводился. Проводился эксперимент. Если это все передадут налоговой службе, будет ли соблюдаться принцип персонифицированного учета? Обязательно будет. Это основное условие, да? Это обязательно будет. Сама налоговая не занимается приемом денег. Для этого существуют банки. Их называют банками-агентами. Они сидят и в налоговой, и в соцфонде. Они там им комнатку предоставляли. Потом банки передают деньги, и вот эти счета, куда они уходят, казначейству. Казначейству переправляют. Они точно так же эти функции могут выполнять. Персонификация идет сразу. То есть мы не должны понимать, что налоговик сидит и принимает деньги. Они этим не занимаются. Но то, что сотрудники соцфонда сидят в налоговой, знаете, какая есть... Вот я недавно встретила своего знакомого. Молодой парень, грамотный, покупает патент и убегает. Я говорю, э, соцфонд кто? А зачем? Я говорю, а патент без соцфонда он недействителен. Говорю, быстро давай вставай, покупай. И получается на сегодняшний день огромное количество самозанятых людей даже не покупают патент. А из тех, которые покупают, еще 50% тех, которые соцфонд не покупают. И получается на сегодняшний день вся система государственного управления... Вот почему я говорю, что у нас нет какой-то единой, такой выстраданной общей концепции к улучшению. Но, Рита, я вам скажу, как человек, работающий часто по патенту, ведь никогда и нигде не примут твой патент без соцфонда. Есть вот это. Если вы работаете в каких-то организациях, где грамотно все поставлено, они не примут. Но если это таксист, он покажет нам патент, а соцфонд он и не будет никому показать. То есть вот такие вот есть, их очень много. И вот мой знакомый, он даже удивился, говорит, а я, говорит, никогда не покупал. Я говорю, быстро пошел, приобрел патент. Я знаете, почему мне обидно? Самая большая проблема искоренения коррупции во всех системах платежей, это объединение базы данных. Не может быть, чтобы Минфин, система казначейства, налоговая, налоговая и соцфонд, а потом и ГАС-Шайлё, ГРС, я не знаю, ГАИ. Куда бы мы ни пошли, над Статком должна быть единая база данных. И на основе вот этой единой базы данных мы должны исходить. До тех пор, пока мы эту систему не решим, самозанятых, проживающих, выезжающих, мы никогда не сможем собрать что-либо. И везде будут вот такие вот коррупционные схемы. Я не говорю, что обязательно чиновники что-то должны брать. Но если даже кто-то не уплачивает налог или соцфонд, почему он потом будет получать пенсию за счёт тех, кто работает? И на сегодняшний день, даже если вот пойти уже конкретно по закону, вот говорят, да, мы увеличим, и это есть реформа, но я не считаю это за реформой. Это исправляет те недоделки, которые 2-3 года были упущены из виду. Предположим, то же положение о пенсиях за особые заслуги перед Отечеством. Это обычное положение, это даже не закон, но почему-то в него внести изменения, это такая большая проблема. Там даже существует такая норма, что депутаты Джорку Кенеша, которые дважды пришли депутатами, они будут получать пенсии за особые заслуги. Но вы должны понять, что это раньше было, депутата выбирал народ за какие-то заслуги, приводил Джорку Кенеша. Это мы и сейчас выбираем его. Но сегодня мы выбираем партию, 120 человек за 4 года может смениться по 5-6 раз, то есть через Джорку Кенеш пройдут не 120 человек, а 600, 800. И потом представьте, какая плеяда. И главное, депутаты не стесняются брать какие-то чины, ходить за какими-то надбавками, а тут они еще с удовольствием придут и сдадут документы на пенсию за особые заслуги. И тогда мы всем миром будем им копить вот эти пенсии, которые будут не 4, не 5 даже. Это вот с места сказали у них 2 тысячи, а там уже и 40 тысяч, и 60, и вот такие большие пенсии у них пойдут. Вот поэтому я еще не считаю, что то, что мы сейчас делаем, это реформа. Реформа – это когда нужно ставить вопрос ребром. Почему-то мы все время перед выборами для антуража можем эти вопросы поднять, а как только проходим в депутаты, это все откладываем, элементарное положение, не смогли в него внести изменения. Рита, на самом деле можно я перебью, да, я скажу. Во-первых, о надбавках, как вы знаете, мы внесли в Джорки Неш. Реформа – это свод законов, это свод законов. Мы уже несколько законов внесли. У нас на очереди стоит, это целый пакет законопроектов будет. Первое мы, вы знаете, мы за особые заслуги внесли, в первом чтении нам депутаты его поддержали, вообще отмену. За особые заслуги надбавок. То есть в будущем, если они во втором, в третьем чтении Джорки Неш поддержат, то нам уже не надо будет… До выборов нужно это продвинуть, потому что… Ну вот мы собираем… Вашего разрешения я это подарю дите. Там внутри все нет, да? Да, это концепция. Спасибо. На самом деле мы собираемся вот именно в этом созыве вот эти все законопроекты пропустить. Скорее всего, второе, третье чтение будет, и это уже все, уже незачем будет ходить за этими наградами, потому что пенсии за особые заслуги не будет. По сути, к сожалению, почему не получилось, это является конституционным законом. В соответствии с конституционным… Да, там, оказывается, нужно две трети. То есть 80 человек должны были. Поэтому в этом смысле нам немного не повезло, этот проект не пошел, и мы, оказывается, имеем только через шесть месяцев по регламенту вносить. Спасибо. Поэтому, да, мы в любом случае не успеваем в этом созыве. Спасибо. Эль Казанович, сколько сегодня составляет пособие по возрасту? Пособие по возрасту – тысячу сомок. Тысячу сомок. То есть лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение – тысячу сомок. Вот из 1960 у нас 184 – это матери героини, не имеющие права на пенсионное обеспечение. У них по две тысячи сомок. Давайте, чтобы было понятно нашим телезрителям, которые готовятся сегодня на выход на пенсию, женщины, которые имеют стаж 20 лет, мужчины, которые имеют стаж 25 лет, они смогут без проблем выйти на пенсию. Те, кто не добирает этого стажа, должны сделать. Да, на самом деле, пока еще они входят с любым стажем. Потому что, да, как только законопроект примется, да, они имеют право либо дополнить недостающий год, то есть уплатой страховых взносов за этот период, за недостающий период одноразовый, либо выйти на пенсию позже, скажем, если год или два... То есть если у них там ежемесячные отчисления были по 500 сомов, они должны за год заплатить 6 тысяч сомов, и это будет считаться как дополнительный год, они могут выйти на пенсию. Нет, от среднемесячной заработной платы. А, это от среднемесячной заработной платы, это установленная... Да, установленная норма, они должны... Сколько она будет примерно составлять? Ну, она меняется. Сейчас, насколько я знаю, тысячи с чем-то составляет страховой взнос от среднемесячной заработки. Сейчас 11 тысяч, по-моему, да, у нас среднемесячная заработная плата. Где-то около... 11 тысяч с чем-то. Вот от нее берется... В районе 13 тысяч он должен заплатить, и это будет считаться за один год, если по сегодняшнему. Ну да, примерно 100. Либо, если он этого не делает, не воспользуется своим правом, он будет получать пособие. Либо он выйдет позже, либо он выйдет позже на пенсию, то есть, ну, человек продолжает работать, да, выйдет на позже. Либо и то, и другое с условиями, то он идет на пособие. Сколько в таких случаях, если люди не воспользуются своим правом, примерно за один год будет добавлено граждан, которые будут получать пособие у министра социального развития? Ну, видите, на самом деле сейчас их не так уж много, да, процентов 4. А мне кажется, с нынешней безработицей и с нынешним укрыванием налогов. Я сейчас говорю, сейчас еще идут пенсионеры, те, у кого еще есть советский период, и они 20-25 лет, нет, ну, тогда еще была формальная занятость, все должны были, за тунец тогда сажали, как вы знаете. То есть, у всех 20-25 они набирают стаж. Но, конечно, с возрастом вот эти вот трудовые мигранты, да, которые вернутся на родину, у них практически нету стажа, здесь, конечно, будут проблемы. И по нашим прогнозам, ну, где-то до 20-25 процентов, возможно, не будут добывать стаж. Но другое дело, с другой стороны, это стимул. Если мы, мы как только эту норму везем, мы будем везде говорить, если ты не будешь платить, ты не получишь пенсию. И граждане должны будут уже платить пенсию, потому что пенсия, она растет более высокими темпами, чем пособие. Сегодня, вот, Эрик Асаныч не даст соврать, многие те, кто получают пособие по инвалидности, стремятся получить пенсию по инвалидности. Потому что пенсия по инвалидности ежегодно, а пособия по инвалидности пересматриваются очень редко. Поэтому они все стремятся. У нас бывают люди, которые за 25 лет разом приходят в страховый нос. Ну, конечно, по базовой ставке земельного налога это не такая большая сумма, но все равно за 15 лет, за 20 лет, лишь бы выйти на пенсию, а не на пособие. То есть идет стимул для людей, чтобы работать. Есть еще одно предложение в интернете отдать всю пенсионную систему на аутсорсию. Как вы смотрите на это? Ой, не знаю, с аутсорсингом у нас всегда с этим большая проблема, но в целом, я думаю, да, если бы это было бы в идеале, то тогда соцфонд бы, естественно, начал бы даже проводить такие вот вещи. Вот это просто на перспективу, да. Если мы сегодня можем отслеживать, сидя дома за компьютером, свои налоги и перепроверять, звонить в казначейство и говорить, почему каких-то наших налогий идут в выпадение, почему это мы не можем позволить себе по соцфонду. Я признаю, что поступления в соцфонд сейчас намного стали лучше. Было время, когда я приходила и не могла найти свои большие зарплаты, и мне объясняли, что не хватает рук для того, чтобы вбивать. Сейчас многие проблемы должны сниматься именно автоматизацией. Мы должны просто входить, вбивать свой ННН и перепроверять, поступило ли, своевременно ли. И благо еще вот есть калькулятор, который тебе позволяет примерно рассчитать там твою пенсию. Но тем не менее, мы вот такими вещами сегодня должны. Мы даже дома должны сидеть и отчеты сдавать дома. Вот эти вот бланки должны, как калькулятор, выходить, вбили и отправили. Заплатил и отправил. То есть мы должны дойти до этого, чтобы вот эти девушки не сидели, чтобы там вечных очередей не было бы. А то такое ощущение, как будто предпринимателям делать нечего, как только стоять в очереди. Благо в налоговой очереди стало меньше. Но в соцфонде, особенно в периоды сдачи отчетов, очередина очень большая. Какая средняя пенсия по стране? Средняя пенсия по стране? По стране? Ну, около 4600. Около 4600. Вячеслав Георгиевич, ну вот личный вопрос. Сколько уходит на проживание в месяц вам? Человека? На душу, на селение вообще. Знаете, не считал. Но явно 4600, это не те деньги, за которые можно прожить, да? Да, но не меньше 5000. Это при максимальной экономии. Мне кажется, вот какой основной вопрос должен стоять. Я знаю, почему у городских жителей есть, ну вот как бы, отторжение от того, что вот отдаленным, высокогорным, ну вот как бы, это несправедливо. Во-первых, те, кто живут в селах, у них есть свое хозяйство. Например, вот 4000 для сельского жителя, это не только для пенсионера. Он кормит всю свою семью, детей, которые не работают, внуки, которые где-то... И 4000 им только нужны для того, чтобы покупать такую продукцию, которую они сами не могут произвести. Там сахар, заварку, да? А для городского жителя, у которого нет ни коровы, ни какого там хозяйства, 4000 они могут потратить только на лекарства. Вот в этой, если вот с этой точки зрения посмотреть, у нас получается, что мы, ну, города являются донорами, а в сельской местности, ну, налог 900 сон там в год. Почему бы не заплатить? Почему-то идет стимулирование. Вот, кстати, если бы отдали на аутсорсинг, абсолютное большинство сельских жителей, они бы выпали, потому что человек, который берет на аутсорсинг, он все равно должен рассуждать, да, как он будет потом выплаты делать. Вот нынешняя система тарифов, по которым платят сельские жители, соцфон, она за такие деньги потом и на пенсию можно было бы не выходить, они бы так махнули рукой, сказали бы, я эти деньги там сегодня на скотину отправлю, я лучше откажусь. То есть тогда бы огромное количество сельских жителей, они бы выпали. Но советская система сделала свое это, оно, люди думают, что вот раз я вышел на пенсию, мне должны. Вне зависимости, огромное количество людей вообще не выплачивает, но они считают, что они обязаны получать пенсию, потому что государство им что-то должно. К великому сожалению, прямой эфир программы подошел к концу. Мы сегодня говорили о самом уязвимом, уязвимой части населения, но перед выборами хотя бы подняли бы пенсию, было бы неплохо. Увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.